здравствуйте дорогие садоводы огородники и цветоводы сегодня мы будем с вами высаживать огурцы рассадой в открытый грунт рассады мы будем высаживать вот пустим на такую вот шпалеру шпалеру мы делали еще в прошлом году нам очень понравилось единственное что рекомендация все-таки при возможности не брать металлическую сетку а брать пластиковую с более большой ячейкой тогда наши огурцы не будут зажиматься и не будут деформироваться но мы в этом году приняли решение что возьмем капроновую веревку и поведем эту капроновую веревку вот так вот до верха и по этой шпалере пустим наши огурцы значит нашей рассаде примерно 20 дней сажали мы где-то семена 24 дня назад 25 и получили вот такую вот прекрасную рассаду время уже нас поджимает сейчас на дворе июнь но так как была очень холодная погода этого так сказать так сказать лето 2017 года что в принципе летом назвать пока весьма сложно правда николай петрович очень была холодная дождливая погода и нашим растишкам конечно было очень тяжело поэтому в июне конечно еще не поздно высаживать в открытый грунт вот такую вот рассаду сейчас мы будем сажать с николай петрович чем-то фурор у николай петрович помшоша да вот мы будем высаживать мы их высаживали уже в теплице а сейчас в открытый грунт чтобы проверить как они будут себя вести в открытом грунте и в теплице сразу скажем что в такую погоду конечно же высаживать рассаду вот как сегодня да сейчас уже всего-то 10 часов а уже жара 22 градуса конечно сложно растение будет но что делать время действительно как василия поджимает мы вынуждены сажать даже и в такую погоду хотя лучше сажать либо вечерние часы либо рано-рано утречка либо рано-рано утром сажать предварительно обязательно мы поливаем растение обязательно чтобы кома с корневой системой были как следует напитаны власть почва должна иметь почти нейтральную реакцию такую реакцию в общем-то любит большинство растений наших огородных и огурчик тем более значит где-то шесть с половиной около семи да николай петрович давайте зрителям напомним по поводу кислотности почвы можно использовать вот такие вот лакмусовые бумажки и с помощью них мы с николай петровичем всегда проверяем кислотность очень просто дома отрываем одну из полосочек мы хорошенько проливаем нашу почву именно там где мы будем наградки или взять пробы например нескольких местах на грядках их смешать замочить и уже дальше мы берем лакмусовую полосочку прислоняем как следует она намокла вот когда она намокнет мы уже берем здесь вот есть шкала и прикладываем к шкале и смотрим нашу кислотность но у нас четко между шестерка и семерка вот семь почти шесть с половиной есть но замечательно значит почва очень подходящая значит на местах посадки мы вносим по совочку поскольку у нас предварительно почва уже была подготовлена мы на каждый квадратный метр наших посадок мы насыпаем три четверти ведра биоперегноя и так но еще еще перед посадкой на местах посадки я люблю василь иванович не очень любит он поэкономичнее чем я посовочку вот так мы вносим по совочку хорошеньких органических удобрений все-таки огурцы мы сажаем для себя поэтому лучше использовать органику но самое главное с органикой не переборщить то есть если вы будете опять же не биоперегной вносить как мы с николай петровичем да ну не компостом а чистый навоз то конечно это очень вредно красиво чистый навоз вообще мы никогда не вносим не под одну естественно лучше предупредить потому что да да за поступают и либо принципе наши россии не сгорят а если не сгорят то в них накопится очень много нитратов это будет такая болезнь сколько может быть то же самое вот нам одна женщина прислала письмо говорит очень сильно заболели растения чем пользовались свежим навозом привезли такого не должно быть разговора вообще никогда значит мы перемешиваем как следует вот внесенные дополнительно еще питательные элементы высаживаем огурчики вот если вы сделаете так же как у нас на шпалере вот такую широкенькую грядочку да чуть больше даже метра то высаживаем примерно сантиметров через 30-35 схема посадки 30-35 сантиметров и мне понравился николай петрович использует линейку он сделал самодельную линейку очень симпатичная очень просто смотри смотри какая линейка просто речка и размеченная положили вот так если у вас глазомер плохой не можете точно определить и мы этим эта линейка еще меряем высоту растений так еще эта линейка я меряю длину листов и много других универсальная штука значит так мы с василий ивановичем сейчас разрыхлили почву да внесли органику дожди прошли общий фон почвы достаточно влажный хороший видите как земля выкапываем луночку глубиной примерно раза в полтора больше чем высота горшка вот при таком под семидольном колени в принципе можно было бы сажать до семидольных листиков но это опасно погода очень изменчивая поливы то же самое когда-то мы можем провести когда-то у нас времени не хватает поэтому мы выкапываем вот такую лунку у меня очень много муравьев смотри сколько целый муравейник я откопал они могут нести влюбляя закислить почву а плюток это в первую очередь на огурцах они занесут поэтому обязательно берите средства для избавления от муравьев вот дорогие друзья запомните что слишком большие емкости некоторые из вас ой надо побольше емкость не надо потому что маленькую емкость всегда плетают корни посмотрите какая корневая система отличная просто отличная да и ком не разваливается если бы вы взяли бы несколько раз больше емкость до думая о том что растение будет лучше развиваться ничего подобного этого достаточно для питания но зато корневой ком не разлетается в таком маленьком объеме а к большой разлетится огурцы любые тыквенные культуры не любят чтобы было нарушение корневой системы поэтому как сейчас мы ничего не нарушим лунку мы заливаем водой литра 2 воды налейте не жалейте вода должна быть теплая вот у меня здесь кротовая нора идет это не вредно нашим растениям ну конечно вредно поэтому нужно будет уплотнить вот где-то там в этом месте вот туда уходит она нужно уплотнить чтобы поставить конечно приманку от чтобы проход крота просто-напросто засыпать правильно ну он быстро все равно проникнет опять но тем не менее поставив какие-то приманки которые уничтожают этих кротов ну значит избавимся потихонечку значит ставим растения вот таким образом видите да вот корешочки там появились над корневым комом зачатки корешков растения очень хрупкие поэтому нужно очень и очень с ними бережно и аккуратно обращаться вот так сейчас мы здесь засыпем крота крота видите как рука уходит да ну ничего страшного ладно будем следить чтобы крот опять не появился поставим приманочки вот мы посадили аккуратненько обжимаем землей даже не обжимаем а присыпаем да вы присыпали василь он конечно как ну вот хорошо значит тут мы и не просто земли практически плодородные растения вот это его влаги но и влаги которые мы залили туда внутрь хватит на долгое время вы можете на неделю даже уезжать на работу и спокойно оставлять свои растения зная о том что они достанут и питание и влагу и теперь мы поливаем и жили я рекомендовал еще нашим теплую воду обязательно я бы рекомендовал еще нашим уважаемым садоводам огородникам пользоваться все-таки биологическими препаратами для стопроцентной защиты своих растений например тем же вот я кладин средство недорогое надо сказать очень выгодно экономично поэтому можно воспользоваться поместив одну а я люблю две таблеточки вот упаковочке здесь уже дайте мне тоже николай петрович будьте любезны вот берете эту таблеточку и где-то примерно 3 5 сантиметров от стебля помещаете эту таблеточку и пальчиком на одну фалангу пальца вот так заглубляете все и прикрываете почвой вот замечательно все у нас получилось значит когда мы с вами делаем полив после этого поверхность почвы как бы замывается замыливается становится гладкая от чего сузга происходит растрескивание значит неравномерное проникновение туда и воздуха и тепла и влаги поэтому чтобы этого не случилось и чтобы влага дольше держалась вот вместе полива мы берем и присыпаем вот такой вот рассыпчатой землей поверхность очень здорово использовать торф верховой раскисленный да мультирует конечно же василия ланджида ну и если нет никакого материала то мультирующего то можно вот так земелька очень хорошо теперь следующую я дорогие друзья вот после таких совершенно не сложных на наш взгляд с николай петровичем манипуляций мы получим просто прекрасный урожай наших замечательных огурцов главное чтобы погода нам помогла в этом но самое главное не забудьте когда наши растения немножечко подрастут их подвязать используйте обычную натуральную веревку из натурального волокна это самое лучшее на наш взгляд николай петровичем правда подвязывайте наши растения и прямо на самой макушку нашей конструкции дорогие друзья если вам понравилось наше видео то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал а с вами был николай петрович курсов и директор а графеевый партнер василий иванович блокин мечтали пока счастлива